Всех приветствую на своем канале. Я сегодня очень счастливая. А знаете, почему я очень счастливая? Я сегодня получила аж три почтовых, так сказать, прихода. Две посылки и одно письмо от одной няшной девочки. Ну, начну я свой обзор, пожалуй, вот три обзора. Целых три обзора. В общем, обзор я начну с своей посылки, долгожданной, долго непосылаемой, от Юльки Менделеевой. Менделеева, Юлька, я тебе скину ссылку, ты должна это посмотреть. Привет тебе! И большое-большое спасибо. В общем, это шоколадки, одна очень полезная вещь. И мате. У нас, как я как-то говорила, может, писала в каментах, закрылась пара магазинов угличечайных. Я даже не знаю, есть ли у нас вообще где-нибудь что-нибудь можно такое купить. Ну и, в общем, вконтакте, в Ярике, когда была с Аленкой, встречалась, мне сказали, что показали мате. Мате был какой-то некошерный. А тут мате из моря чая. Питер, привет! Целых сто грамм. Даже подпись мате. Теперь у меня есть чистый мате. Ура! Я, конечно, не знаю, может, сегодня я его заварю, но вообще после пяти вечера мне его лучше не пить, потому что потом я буду бессонниться. А я в деревне не смогла нормально так выспаться более-менее по некоторым причинам. И сегодня тоже. Кстати, люди, не ешьте после трех, если у вас обострилась желчь, потому что это такая вредная желчь. Она потом в неделе три будет вам по мозгам давать где-то так из уровня живота. Не ешьте после трех, не ешьте после трех. Вот после трех вам захотелось кушать? После часа дико захотелось кушать? После двух дико захотелось кушать? После трех дико захотелось кушать? Не усну, пока не поешь? Вы что-нибудь скушаете? А потом в десять просыпаетесь и хочется хлопнуть ластами. Короче, я его, пожалуй, на днях все-таки попью, но постараюсь, если проснусь раньше 12, если проснусь, то заварю и попью. Потому что как раз к переводу он самое то. Очень классный. Так, у меня тут две милки. Милка Лю с печенькой, как было сказано. Молочный шоколад, милка запечтива. Ну, короче, тут я прожитала на украинском. Наверное, где-то должно быть и по-русски. Вот. 87 грамм. Эх, вредные продавцы этих шоколадок. Раньше были по 100, потом 90, 87. Ну, что за нафига. И еще одна милка, просто милка молочный шоколад. Не поверите, я очень люблю черный шоколад. И как-то мне, кажется, на год диплома подарили чуть ли не 2 килограмма, ну, в общей сумме шоколада. Он был черный, я его потом сбагривала девчонкам на сессии во время экзаменов диплома. Но у меня что-то он вдруг не пошел. И тут меня стало торгать на молочный. Я специально не покупала молочный, потому что у меня было дофига мятного, черного и шоколада, привезенного с Калининграда. Надо было его как-то скушать, как-то съесть. И вот я все ждала от Юльки молочной. Вот дождалась. Милка молочная. А тут у нас 90 грамм. Так, еще у меня тут шоколадка. Альпенгольд. Хватит на всех. Никому не дам, сама сожру. Макс Фан. 160 грамм. Взрывная карамель, мармалет, печенье. Ладно, с кем-нибудь, может, поделюсь. Вот такая фигня. Мне как-то за какую-то мою мелкую шабашку тюточка приволокла такую шоколадку. Причем я ей как-то не просила, но она приволокла. Было очень прикольно. И мне выглядело. Так, у меня дико течет нос. И у меня с собой тут даже нет платка. Так, у меня тут еще есть молочный шоколад ДАФ. В чем мне, знаете, очень нравятся такие вот конфетки там с предсказаниями в таких коробочках, как Тамаруся моей бабусе кто-то подарил. Ей тоже понравились. Я потом пару раз покупала. В общем, это молочный шоколад с дробленным фундуком. Сколько у нас в нем грамм? 90 грамм. Тоже уменьшилось. Ну да ладно. Еще очень полезная и ценная вещь. У меня такая была, кажется, зеленая. Но когда я ездила в прошлом году в Беларусь, у меня была не совсем адекватная соседка в автобусной экскурсии. Короче говоря, когда я приехала уже домой, я поняла, почему у меня подушечка сдувается. Подушечку у меня проткнули спицей. Вот подушечка. Она, кстати, очень удобная. Я свою покупала в этом фиксе, но что-то я ее больше не видела. Юлька подозревая тоже, наверное, фиксе брала. Но она мне ее еще в прошлом году обещала. Но вот я как раз поеду в Беларусь в автобусную экскурсию. Если мне повезет, то в конце сентября я полечу самолетиком. Хотя в самолетике я в этот раз летала и без подушечки. Ну, там мало по времени было. Уснешь, некогда было спать. В окно больше пялилось. В общем, а тут я поеду в автобусную экскурсию в Беларуську 21-25 июля. И вот она мне очень-очень пригодится. В общем, очень я рада этой подушечке. Спасибо большое. Так, воротничок такой. А еще у меня тут довесок, как было сказано, за то, что долго не посылается. За задержку два шикарных марципана. Это вообще марципан делается в Питере. Питер снова привет. У нас он иногда продается. Но вот тут чистый такой марципан. Еще есть такие конфетки. Конечно, может состав не настолько крутой, как у немецкого марципана, финского марципана или еще какого-нибудь, допустим, эстонского марципана. Но он тоже марципан, и он вкусный. Люди, живущие в Питере, покупайте такой марципан. Он очень-очень классный. И не живущие в Питере, но увидевшие этот марципан. Один раз я его у нас видела в Атаке, который филиал Ашана. Как что-то подобное, но там было с чем-то. Ну, в смысле, какие-то еще добавки были. Типа вкуса. Тут по 50 грамм. В общем, вот такая посылка. Я очень-очень довольна, очень-очень рада. И сейчас я с вами не прощаюсь и перехожу к открытию письма и еще одной огромной посылки из Германии. Наталья, не помню до конца, ник. Я всегда его произношу на Тайщар. Привет тебе и огромное спасибо. Я вообще не ожидала, что ты сказала тогда, что неделю, три что ли, недели или четыре пройдет. Я посчитала девять дней. В общем, на этом пока все. Полислюлитэр. Первый метод. Полислюлитэр. Я здорово. Полислюлитэр.